Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Рейд по объектам несанкционированной торговли прошел в поселке Большой Утриш. О главных на сегодня вопросах в жизни Анапы на общегородском планерном совещании. В школах города-курорта завершается подготовка к новому учебному году. Сейчас обо всем подробнее. Городские службы продолжают работу по пресечению несанкционированной торговли и выявлению нарушений в сфере благоустройства. В начале августа Управление муниципального контроля совместно с сотрудниками Управления особо охраняемых природных территорий Краснодарского края патрулировали заказник Большой Утриш. Накануне прошла очередная проверка заповедной территории. На этот раз совместно с сотрудниками ГИБДД. Подробности в нашем сюжете. С самого утра на дорогах небольшого поселка Пробки из-за скопления автомобилей водители пассажирских и экскурсионных автобусов должны проявлять недюжинное мастерство, чтобы не задеть припаркованные, как придется, машины. Получив замечание сотрудника в форуме, некоторые нарушители переходят на повышенный тона. А на обочине почему я не могу остановиться? Это не обочина? Это не обочина. На сегодняшний день вы здесь останавливаетесь, вы не имеете права. А что это? Что это? Вот объясни мне, что это? Нет, вы у меня документы взяли, вы мне объясните. Вы кто? Сотрудники ГИБДД? Сейчас к вам сотрудники ГИБДД подъедут. Садитесь. Сотрудники госавтоинспекции вынуждены напоминать таким непонимающим водителям правила и регулировать сложную дорожную обстановку. Еще одна составляющая сегодняшней работы – проверка торговых точек. Без нарушений не обошлось. Продуктовый магазин, ни вывески, ни документов. Товары на прилавках в ассортименте, свежая выпечка тут же. А вот разрешения на осуществление деятельности нет. По словам продавца, его паспорт и санитарная книжка дома. Чем ближе к морю, тем больше нарушений. Возле еще очередного продуктового магазина стоят два автомобиля. Арбузами и дынями торгуют, что называется, с борта. По явлению сотрудников погона хозяин машин явно был не рад. Пытаясь избежать наказания, коммерсант воспользовался опцией «Звонок другу». Но помощи не дождался. На реализатора «Южной ягоды» был составлен протокол, который повлечет за собой штраф. Проблема несанкционированной торговли – настоящий бич курортных городов. Нелегальные торговцы игнорируют все правила и законы. Отсюда и переполненные товарами павильоны, и заваленные арбузами до состояния, лишь бы рулить не мешало, легковушки. По всем выявленным фактам были составлены протоколы. Наказание нарушителям определит административная комиссия. Глава Анапы Сергей Сергеев поблагодарил предпринимателей, руководителей городских служб и жителей курорта. Всех, кто не остался равнодушным к беде наших соседей с Украины. Об оказании гуманитарной и консультативной помощи беженцам шла речь на общегородском планерном совещании. Какие еще актуальные на сегодня вопросы обсуждали на планерке, расскажем прямо сейчас. О работе, которую сотрудники администрации ведут с гражданами, вынужденно покинувшими территорию Луганской и Донецкой областей, на планерном совещании доложил заместитель главы Олег Костенко. По 60-70 человек в день в среднем принимают в отделе по работе с обращениями граждан. Беженцам разъясняют, как оформить правовой статус, рассказывают, в каких регионах России действует программа по переселению. Соотечественники на базе 2-й школы Анапы продолжают свою работу пункт сбора гуманитарной помощи. Значительный вклад вносят предприниматели курорта, обеспечивают продуктами и средствами личной гигиены. Еще одна немаловажная часть этой работы – помощь в отправке семей беженцев, которую следуют через Анапу в различные регионы России. Людей встречают на вокзале, кормят, при необходимости оказывают медицинскую помощь. Спасибо всем, кто оказывает помощь, потому что мы из небюджетных источников встречаем город и обеспечиваем дорогу питания людей, которые сегодня побывают и бывают в территории России и определенные места, которые временного проживания. Первый заместитель главы Светлана Яровая подняла тему ремонта муниципальных учреждений. Особое внимание требует сферы образования. Детские сады и школы должны войти в новый учебный год обновленными и подготовленными. Тема благоустройства и санитарного порядка по-прежнему не теряет актуальности. Критика Сергея Сергеева коснулась городских коммунальных служб. Главная претензия – безинициативность сотрудников, которые зачастую выполняют свои обязанности, что называется, из-под палки. Да, количество отдыхающих сегодня зашкаливает даже разумные пределы. У нас электроснабжение не выдерживает. Но зато вода выдерживает. У Казаряна ума хватает. Как регулировать, что делать. Я не буду секреты наши открывать. Ваши. Но поучиться надо. Я не суеверный, но их проблем нет. А они были в прошлом году. И в позапрошлом были. И страдал город без воды в курортный период. Сегодня забыли. Все нормально. Все. И давление нормально. И все-все-все. Потому что руководитель на месте и думает, что делать. И еще один важный вопрос, который поднял мэр Анапы – подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение недели от всех городских служб, федеральных ведомств, общественников ждут предложения, как город-курорт должен встретить праздник. Праздник большой. У каждого из вас, если в глухой истории посмотреть, у вас есть ветераны, у вас есть, дай бог, может быть, и участники военно-ничью, живые. Поэтому должны мы все еще раз наметить веро-приятия. Это будет на будущее, мне кажется, главный праздник наше сентября. У школьников продолжается беззаботная пора каникул, а все альмоматоры усиленно готовятся к первому сентября. Из городского бюджета на подготовку школ было выделено свыше 20 миллионов рублей. Почти 6 миллионов добавил краевой бюджет. Наша съемочная группа заглянула в одну из самых крупных по количеству учащихся сельскую школу – Витязевскую номер 3. Здесь не только идет ремонт, но и делаются некоторые реконструкции и пристройки. Как идут работы, узнавала наш корреспондент Лариса. Без помощи спонсоров, конечно, не обойтись. Ремонт и реконструкция в школе номер 3 начаты капитальные. Упор в этом году сделан не на отделку фасада, а на переделку внутри здания. Асланова Старева Валерьевича, который оказывает нам очень серьезную и большую помощь, и финансовую, в первую очередь, безусловно. Депутата Загвоздина Сергея Загвоздина, который выделил тоже достаточно серьезную сумму на приобретение стройматериалов. Ну и, конечно же, большая благодарность нашей администрации, полиции Кореофилия Леониду Георгиевичу, которая нам оказывает совместно со спонсорами, предпринимателем, большую и очень серьезную помощь. Депутат Совета города-курорт Анапы Ставрий Асланов родился и вырос в Витязево. Окончил третью школу и каждый год вносит свою лепту в ее развитие. Интересуется, как идет ремонт. Этот вопрос на контроле и у главы Витязевского сельского округа Леонида Кореофилия. В этом учебном году школа будет соответствовать нормам безбарьерной среды. Туалетные комнаты переоборудуются специально для детей-инвалидов. Капитальный ремонт сделан в библиотеке. Со дня открытия школы почти три десятилетия в этом хранилище учебников не было таких преобразований, как в этом году. Делается большая пристройка, почти 60 квадратных метров, к цеху питания для хранилища продуктов. С каждым годом количество учащихся растет. Школа была запланирована почти на тысячу учащихся, сегодня их примерно две тысячи. Школа работает в две смены. Переполнен спортивный зал. Так что решили старое здание мастерских переоборудовать под спортивный зал для начальных классов. Дирекция торопит строителей. Школу нужно сдать в срок 14 августа. И к другим темам. 12 августа Россия отмечает очередную годовщину гибели подлодки «Курск». Старший лейтенант Сергей Николаевич Тылик был одним из российских подводников, чье имя навечно внесено в списки наших славных моряков, служивших на Курске. В этот день в тихом Анапском дворике собирается вся семья героя. Вспоминают, каким он был. В семье подводника североморца капитана первого ранга анапчанина Николая Тылика в память о старшем лейтенанте Сергея Николаевича Тылике целый шкаф реликвий, которые так или иначе напоминают о красивом и сильном человеке. Морском офицере, чье имя 14 лет назад стало известно всей стране. Тогда вместе с гибелью подводной лодки многим из нас открылись яркие судьбы, удивительные характеры замечательных русских моряков. Писал картины, писал стихи про север, и про любовь, и про жизнь. Очень хотел жить, конечно, но вот, к сожалению, 14 лет тому назад у нас произошла такая трагедия, не стало в 10.38, не стало нашего сына. Родители за памятным столом не плачут. Говорят, все слезы выплакали, а просто вспоминают. Листают фотоальбомы, где с фотографий на нас смотрит удивительно красивый молодой человек. 20 лет назад, когда сбылась его мечта, и он поступил учиться в высшее военно-морское училище в Санкт-Петербурге, на штурманский факультет он вел дневник. Страницы заполнены рукой Сережи, словно вчера. Строчки исполнены любви к будущей профессии, к родине, маме, и все это не высокопарные слова, а искренние мысли простого анапского мальчишки, неистого мечтавшего стать моряком. Когда отец учился в Севастополе, сын трехлетним пацаном уже шагал рядом с моряками. Он шел с нами по Большой морской, а идут по проспекту, маршируют моряки, и он тоже, подражая им, маршировал и говорил, я тоже буду моряком. Отцу трудно сдержать эмоции. Это он помог сыну устроиться служить на Курск. Он попал на списанную подводную лодку, которая должна была идти в средний ремонт. Но он приложил все силы, и меня попросил, и я через своих друзей приложил свою руку, чтобы он попал на действующую новейшую атомную подводную лодку Курс. В команде Курска Сергей Тылик был заводилой, ответственным и доброжелательным человеком. Все были как на подбор, красивые, молодые, умные. Всех в дальнейшем ожидала карьера. Сергею повезло, он был по-настоящему влюблен. Наташа, его жена, старается приезжать каждое лето в Анапу. Ведь здесь ее семья – самые дорогие люди, с которыми у нее самые искренние и добрые отношения. И несмотря на потерю, она считает себя самой счастливой женщиной. Ведь в жизни у нее была красивая любовь и настоящие отношения. У нас были очень хорошие отношения с ним, в семье. А потом родственники у меня очень хорошие, благодарна, что я приобрела их. Приезжает к бабушке и дедушке и дочь подводника Лиза. Когда его не стало, дочери было всего 11 месяцев. Конечно, она не помнит отца, но его взрослая 14-летняя дочь любит отца искренне и гордится по-настоящему. Я горжусь ему. Не знаю, я люблю его. Он мне даже однажды приснился. И был очень хороший сон. Поэтому я постоянно вспоминаю. Гордится и город, в котором учился и любил сюда приезжать, герой-подводник, простой российский мальчишка, в котором родители воспитали настоящего мужчину. Моряка, романтика, влюбленного в жизнь человека. Мы его воспитывали честным, трудолюбивым, чтобы он всем помогал, любил. Он и вырос у нас честным, порядочным офицером. И к другим темам. Федеральный детский центр смены заполонили люди в форме сотрудников ГИБДД. В форме ходят не только взрослые, но и дети. Здесь начались соревнования юных инспекторов дорожного движения Краснодарского края. С открытия необычной смены наш следующий сюжет. На ежегодные соревнования приехали 46 команд со всех муниципальных образований Краснодарского края. История соревнования началась 41 год назад. И с каждым разом сборы юных инспекторов движения становится все актуальнее. Растут города, появляются все больше автомобилей на улицах, усложняются правила движения. Тем важнее научить детей правильно вести себя на дороге. Недаром соревнования называются «Безопасное колесо». Мы воспитываем законопослушных граждан, которые уже с малых лет узнают знание правил дорожного движения, безопасное поведение на улице и дороге. Здесь будет отрабатываться как и знание правил дорожного движения теоретически, а также и практически. Как вы видите, у нас здесь автогородок, будут выставляться знаки. Также у нас еще будет этап один – фигурное вождение, мастерство вождения велосипеда и творческие конкурсы. Организаторы устроили грандиозную церемонию открытия. Ребят ждут не только соревнований, но и творческие встречи, фестивали. Конкурсная часть состоит из семи этапов – в личных зачетах и одного – в командном. Фестивальная часть складывается из четырех творческих конкурсов. Поскольку это все-таки соревнования, 22 августа будет определен победитель, но никто не останется без памятных призов и подарков. К тому же после соревнований и конкурсов ребят ждет неделя беззаботного отдыха у моря в одном из лучших детских лагерей центра смена под названием «Морской». И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду 13 августа в Анапе солнечно и ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 29,31, ночью до 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48-300 и 48-333.